Ребятушки, всем привет! Всех вас целую и люблю! До луны и обратно! Вот как вы думаете, что это такое? Куда я иду? Здесь столько, очень много людей. Сюда люди приезжали со всех аулов близлежащих. В общем, я вам рассказывала, что здесь у нас заправка. И на заправках, сейчас у нас на многих заправках есть всякие розыгрыши. В основном выставляют машины. Машины идут на розыгрыши. Условия, в общем, как эти происходят. Ты заливаешь бензин на определенную сумму и тебе дают талончик. И ты там несколько месяцев заправляешь. Ты ничего не теряешь. Ты же все равно бензин где-то должен заливать. И ты бензин заливаешь, тебе талончики дают, ты их собираешь. И в определенный день идет розыгрыш. И вот как раз сегодня вот этот день. Шансы, конечно, смотря по такому количеству народа, людей, шансы, конечно, очень минимальные. Что ты здесь что-то выиграешь. Но все же. И в общем, мы вот в таких розыгрышах. У нас еще один скоро будет. Мы также заправляемся еще на одной заправке. Там разыгрывается Киорио. Вот. И может быть, нам тоже когда-нибудь повезет. Ну, короче, это все вот любители, ну, не сказать, что прям любители халявы, но все стоят надежду выиграть этот автомобиль. А здесь разыгрывается автомобиль Семерка. И вот эти все люди, там еще за поворотом, там тоже все в машинах, вот эти все люди приехали в надежде выиграть автомобиль Семерка. Ужас, тут вообще не пройти, или нет, что творится. Сейчас 12 часов. Должны они генерировать вот эти числа. И по этим числам у кого выпадет талончик. Но у нас много очень, прям целая пачка этих талончиков. По-моему, месяцев 4-5 мы собирали билетики эти. Вот, видите, вот это все. Люди стоят, ждут. И будет всего лишь 3 призовых места. Первое место это автомобиль. Второе место там сколько-то литров бензина. Ну, и третье там тоже что-то такое, утешительный какой-то приз. Вот, девчата, вот столько у меня билетиков. И столько же у Эдика билетов. Это мы где-то за полгода насобирали. А ну, Эдик, покажи, сколько у тебя. Вон сколько. Сейчас там здесь отрывные номерки были. Мы их поскидывали туда в барабан. Сейчас будут барабан крутить. И вот эти повторы этих номерков написаны уже на самих билетиках. Ну, в общем, много у нас. Прям очень много. Вон сколько. Штук 50 это как минимум. В общем, у Эдика 32 билета. И у меня аж 29. Это сколько у нас? 61 билет? Ну да. Он пошел в барабан кидать. Все стоят на него так косо смотрят. Вот где он их набрал еще. То есть, ну, кого там 5, у кого 10. Ну, говорит, в редких случаях у кого-то 15. А у нас аж целых 60. Ну, мы все это время вот заправлялись именно на этой заправке. Нет, последний где-то месяц мы уже не заправлялись. Ну, мы начали там, да, в другой розыгрыш вошли. А там такая черная, такая блестящая Кио Рио стоит. Ну, здесь тоже семерка такая, ну, бодренькая такая, можно сказать. Ну, не новая она, но вид имеет. Конечно, всем хочется и семерку, независимо от того, есть у него машина или нет. Все, начался розыгрыш. В общем, все, розыгрыш прошел. Мы в пролете, конечно, несмотря на столько билетов. Ну, значит, так оно и суждено. Выиграет тот, кто это заслужил, кому это предначертано. В общем, все, розыгрыш. Да, рядом с нами мужчина стоял, и этот, в машину, то есть первое место. Сначала начали разыгрывать с третьего места. 70 литров бензина, потом 100 литров бензина. И, конечно же, главный приз – автомобиль. Мужчина стоял, когда объявили его номерок. Он сначала не сразу понял, время прошло. Он говорит, ой, стоп, это же, говорит, мой номерок, это же, говорит, у меня. И молодец, выиграл. У нас здесь аул есть, Спарта называется. Там греки, да, живут? Вот, оттуда. Так что ему повезло, молодец, рада за него. Мне вот на эти эмоции интересно было смотреть, как он, вот, ну, Абра, и кричит, бежит, такой, это я, это я. Но это для него было полной неожиданности. Он даже вначале и не понял, что это он. Ну, в общем, в какой-то семье, в каком-то дворе сегодня радость такая хорошая, приятная. А вот второй розыгрыш, что мы будем в очереди стоим на розыгрыш, там Киорио разыгрывается, потом Айфон, да, там очень много призовых мест. Да, может быть, там, ну, это так, знаете, на это, конечно, надежду не таишь. Это так, про между прочим, ты как бы, да, и так, и так заправляешься, а это еще и интересно. В смысле, бензин качественный. Этот, еще и интересно, заправляешься, талончики складываешь, таишь какую-то надежду, ну, а вдруг, ну, а мало ли. Так что вот так. А у нас здесь есть многие, да, кто-то у нас же тоже выиграл в ауле. Прям две машины сразу подряд, вот так повезло человеку. Да, да, ну, подряд где-то месяц разница. С месяц разница. Две машины выиграл, кто-то там спальный гарнитур выигрывает. Ну, в общем, многие у нас в эти дела играют. Так, мы в аптеку, девчата, приехали. Выйди-ка опять со спиной, что-то не то. Артофен взять и мазь, артофен. Так, девочки, в общем, время пять вечера. Мы приехали позавтракать. Ну, просто сейчас у нас завтрак будет. Мы в городе, мы еще, мы домой заезжали, но нам даже некогда было. Мы завтракали, мы сейчас обедаем. А, сейчас мы обедаем. Ну, мы-то завтракали, а это нет. Переходящий ужин. Утром в шесть утра мы как-то встали на рынок. А поздний ужин будет, когда мы будем приезжать. Да, они по хачану съели, я кофе выпила. И все, у меня уже ручки трусятся, ножки трусятся. Уже все, сил нет. Нам и домой надо сейчас выезжать. Ну, и решили, что мы до дома не доедем. Мы сейчас умрем, если ничего-то не поедим. В общем, сидим, ждем. Они заказали себе хачаны. Я себе бараний бульон заказала. Сейчас попьем. Сегодня, девчата, день был бешеный. Просто бешеный, нереально. Сейчас я вам расскажу все. В общем, девчонки, наверное, еще сегодня поздно вообще выйдем отсюда. Потому что я скоро поеду к маме, и надо заказать пиявок. То есть я их заказала, пиявок. Говорит, а женщина, кто их продает, будет аж после 18.00. А время только... Сейчас звоним там еще по поводу одних пиявок. Мама же сама там пиявок ставит себе. Сама лечится. И говорит, без пиявок даже не вздумая приезжать. В общем, заказала 50 штук. Но ей помогает. Она в больницу боится. Боится что-то подцепить. Там ковид, мавид. Поэтому лечится пиявками. Пиявки, они много от чего помогают. Но сейчас же развелись вот эти кабинеты. Герудотерапия. А раньше этого не было. Раньше бабульки сами бежали в банках. И сами себе ставили. Не было никаких ни герудологов, ничего такого. Это не нужно, да? Нет, это не нужно. Нет. Бульончик мне принесли. Бараньи с баранинками. И этот. И в общем, мы сидим за пиявками. Девчата с утра выложила видео с шапками. Я мерила шапки. Ну там такие смешные шапки. И многие подумали, что я реально себе хочу такую купить. Ну я не смогла бы, девчата, в такой шапке ходить. Тем более, ну еще в такой шапке можно слиться где-нибудь в Москве, да? В Краснодаре. Там вот как бы особо... Ну есть много таких людей, которые сами себя проявляют. Там смешной какой-то, ну, такой несуразной одежде. А здесь такое не прокатит. Представьте, все в платках ходят. Ну здесь многие ходят в платках. И я в шапке лунтика, да? Тем более, мне скоро 40 лет. 40 лет. У меня трое детей. Куда мне выходить в этой шапке? К тем уровень универ прийти? Или к каме в школе на собрание? Там родители с ума сойдут. Это я просто ради прикола выложила это видео. Конечно же, я ни одну из этих шапок не взяла. И брать, конечно же, не собиралась. И в общем, сегодня денек. Вот это мы в 5 утра встали, поехали на рынок, скупились. Приехали домой. Мне надо было забрать кое-какие паянипы. Потому что на выходные очень редко оставляют какие-то посылки. Думаю, сейчас быстро заберем, приедем в город. Вчера наш почтальон, у них собрание было. То есть она уезжала в город. Вчера никак не посылки не могла отправить. Я думала, что отправить сегодня. Сегодня она не успела, еще и больная была. Я звоню, она говорит, посылки не... А я думаю, как сейчас мне люди начнут писать. Сейчас начнут... Для меня это всегда... Человеку тяжело объяснить, что не по твоим причинам что-то откладывается. От меня вот что зависит. Я тут же собрала, тут же отнесла на почту. Но бывает так, что какие-то форс-мажор. Вчера уехала, у нее собрание было, все почтальоны собирались. Сегодня она никак не смогла или не успела, или это, плюс она еще больная. Мы давай бегом, эти посылки. Целая машина вышла за эти дни, накопилась. Бегом едем в город. Вот это в городе сдали. Ну и вот так вот все провозились, считай, до вечера. И получается, два рейса мы сделали сегодня. Два рейса в город сделали. Это 60 километров. Представляете? Это 120 километров туда, сейчас 240 километров. Плюс по городу. Плюс по городу еще туда-сюда. Но вот если сегодня я еще пиявок куплю, то там еще есть одно объявление. Звоним, мне берут трубку. А это тоже вот. Я буду после трубки, звоню, трубку не берет. Ватсап не отвечает. И непонятно, кого мне ждать. В общем, все. Приступим к трапезе, девчата. Так вкусненько пахнет. Вот такая у меня шурпа. Бульончик. Ой, дико хычин. С сыром, с картошкой. Да? Нет, с мясом? С мясом. А Тимур ждет свой хычин. С чем-то. А ты с чем? Картошка с сыром. Ну, в общем, сейчас навернем и поедем дальше. А Тимуру принесли здесь вот домашнее такое сливочное масло. Сверху ложат вот такой кусок. Прям вот, ну, настоящее-настоящее масло. Не вот эти спреи там, все что подобное там такое в пачках. А я все уже не могу. Сейчас еще пару ложек, девчата. Мясо, ну, вкусный бульон, но мясо, его еще часа два надо варить. На нем можно оставить зубы. Такое ощущение, что оно не вареное. На, Дик, доедай, все, я уже все пас. Я уже наелась. Вот так вот и дома начинаешь что-то готовить, да? С таким воодушевлением думаешь, ну, вот сейчас как наготовлю, сейчас как сядем. И все. И вот эта вот ложка две-три, сто двести грамм, и все. И я уже не могу. Ну, не то, я от шурпы не то ожидала. И картошка твердая, и мясо такое прям, да? Картошка невкусная, и мясо. Здесь и зубы вырывать не надо. Все зубы можно... А мясо, по-моему, сушеное. Это не этот, как его, кусок... На вкус сушеное мясо. Но его не доварили так. Закипятили, наверное, и все. Ладно, ребятушки, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Всем пока-пока.